Искусство умирать Так написано в священном писании, что однажды человеку, без разницы, какое у него имя, фамилия, просто живущему на земле, однажды ему положено умереть. Это факт. И как бы ты там ни читал, как бы ты ни смотрел, так положено написано. Ну знаете, давайте для начала, для того, чтобы нам пойти в размышления и понять эту тему, не очень, как бы, может быть, эта тема легкая, для того, чтобы за несколько минут ее раскрыть. И вообще само понятие смерти, оно достаточно табуировано в нашем обществе, потому что, наверное, больше сегодня звучит лозунгов. Давай живи, давай развивайся, давай строй, давай пахай, давай рожай, давай делай. Ну то есть все поставлено вроде бы правильными вещами. И говорит о том, что на самом деле эта тема, она очень сильно, ну давайте не будем, и так как бы проблем много. Но на самом деле эта вещь или вот это вот понятие, о котором мы говорим, смерть, оно когда-то придет. И кто-то понимает об этом, и кто-то думает, ну есть важные вещи, есть рождение, к чему надо готовиться, есть, может быть, какие-то там свадьбы, рождение детей. Вот к этим вещам в моей жизни надо готовиться. А смерть, это просто конец, ну придет и придет. Но на самом деле, когда мы об этом подумаем более глубоко, мы поймем, что смерть, это такой же этап жизни, это такая же часть, и она настолько важна, если мы об этом будем размышлять и думать, насколько она глубока, эта мысль, и почему так много говорится в Библии. Но давайте обо всем по порядку. Когда я сказал, что мы будем говорить на тему искусства умирать, почему это слово искусство, оно, ну как бы я поставил, потому что искусство, это выражение человека, чтобы мы не путались в понятиях, это когда человек, он пытается выразить свой внутренний мир. Это когда человек пытается выразить свою позицию какими-то действиями, каким-то, каким-то, ну творчеством каким-то, и это есть искусство. Если мы знаем так, ну как бы на вскидку, то, наверное, в миру очень много людей, которые проявили себя. Помните, когда-то в начале 19 века был такой художник, и он был таким, не знаю, одним из деятелем, Казимир Малевич, и вот он почему-то понял, вот у него было такое откровение, и он решил, что, ну не надо уже вот Мишку там в сосновом бару рисовать и умиляться им, а надо рисовать абстракции. И вы знаете, что он нарисовал, черный квадрат, у него есть черный крест, у него есть черный круг, и знаете, и вроде бы это какая-то вот на первый взгляд это что-то непонятное, но его мысль, его искусство этого человека, оно подразумевало, что человек через определенные воздействия, там, психологические, душевные, он просто через образы может открываться, видеть, и он это искусство абстракционизма, он очень сильно показал, вы знаете, его картины, которые сегодня, еще если даже ты захочешь их купить, они стоят колоссальные миллионы, миллионы долларов. И вот это искусство, когда человек, он решил изобразить себя. Я знаете, когда думаю об этом, я понимаю, что, ну заканчивая с этим термином искусство, я понимаю, что каждый человек, он когда-то пытается выразить свой внутренний мир. Он хочет показать, что для него ценно, что для него понятно, что для него, ну как бы, открыто. Так вот, смерть, она тоже является, наверное, таким, такой позицией, которую человек, он либо не хочет об этом говорить, либо не понимает, что это такое, но на самом деле это понятие, оно достигает всех, оно не прошло ни одного человека на земле. Мы знаем, что всякий человек, который жил, он так или иначе, он с этим сталкивался, если мы вспомним самых великих людей. Помните, был Чингисхан, и это очень великий человек, и ЮНЕСКО, оно в каких-то 90-х годах сделало его человеком столетия, потому что он создал самое большое континентальное государство в истории человека. Этот человек, он, знаете, не боялся войны, не боялся политики, многих вещей на земле не боялся, но у него были определенные трудности. Когда-то ему приснился сон, и он так его особо так увидел, он увидел белый-белый снег и красную-красную кровь. И он понимал, что когда-то он умрет, он смотрел на то, что на самом деле у него все есть, но он не мог как бы зацепиться, он понимал, что он умирает, и он пытался сделать вот этот вот, ну как бы, он пытался понять, как оформить, как выразить смерть, какой памятник себе поставить, какое завещание сделать. Он призывал разных там чародеев, он поставил всякие палатки христианские, мусульманские, то есть, потому что его понимание смерти, какой бы он ни был великий человек, оно его тоже касалось. И знаете, я сегодня, когда думаю об этом, я понимаю, что абсолютно каждого человека, живущего на земле, это коснется. Вообще смерть, она входит в топ, в первую тройку страхов людей на земле. Больше всего, чего боится человек, если с ним поговорить, если как бы приблизиться к его сути, то это будет смерть. Потому что, как бы то ни было, человек так или иначе, он об этом задумывается. И то, о чем я сегодня хотел бы выразить свою мысль, а как мы, как верующие, как мы сегодня выражаем свое внутреннее состояние, как мы сегодня относимся к смерти, как мы о ней думаем, как мы о ней размышляем, как мы к ней готовимся. И одно из мест писаний, которое первое мы, наверное, прочитаем, и когда первые упоминания о смерти, это книга Бытие, 3 глава, 3 стих, написано так. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Это было первое предупреждение в Библии о смерти. И мы знаем, что когда было грехопадение, когда мы понимаем, что мир пошел не в том русле, не по тому сценарию, и стали приходить эти понятия о смерти. И мы знаем, что когда Бог говорил Адаму и Еву, что вы, если вы это сделаете, вы смертью умоете, мы понимаем, что это говорилось о чем? Это говорилось о духовной смерти. Мы понимаем, что Адам и Ева, они не умерли. И они не то, что не умерли, написано на страницах священного писания, что Адам, он прожил еще 930 лет. Вмещаем мы это, не вмещаем, понимаем. Ну то есть, но граница все равно где-то была. Мы понимаем, что какой-то рубеж жизни даже Адама, совершенного человека, он был. И дальше мы видим, что на страницах Библии люди, которые жили, они жили все меньше, 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 меньше. И когда-то сам Господь сказал, что, ну, при большей крепости, это вот уже какой-то был рубеж. Он говорит, 78 лет. А потом придет вот это, о том, о чем мы говорим. Это понятие смерти, конца, вот этого этапа жизни. Знаете, я вчера посмотрел, кто сегодня самый старый человек на земле. На вчера, я не знаю, сегодня они живы или нет, но на вчерашний день самая старая женщина, женщины опять обогнали мужчин, эта женщина, ей 117 лет, она живет сейчас на планете Земля. И мужчина, ему 116 лет, оба японца. И вот есть такие люди, и, ну, даже если мы немножко, как бы, думаем, ну, 115, 116, как бы, нормально, мы понимаем, что по сравнению с 900, ну, это как бы маловато. И мы понимаем, что жизнь и качество жизни, оно так или иначе, оно сегодня поменялось. И мы понимаем, что мы уже чувствуем себя не так, как в Эдеме. И мы понимаем, что сегодня мы живем, и понимаем, что наши границы, они достаточно близки. И эта тема смерти, эта тема этого перехода, она ближе, чем у наших предшественников. Еще несколько писаний, которые бы прочитал, это написано в посланиях к Кримлинам, 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Мы понимаем, что это местописание из Нового Завета говорит о том, что через Адама, через которого пришла смерть, через которого пришло это физическое ограничение, оно через одного человека пришло и к нам. И это, знаете, это как какая-то некая инфекция или пандемия, которая коснулась абсолютно любого человека. И еще одно местописание, о котором Библия выражает свою позицию к жизни человека, написано так, это послание Иакова, 4 глава, 13-14 стих. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что жизнь ваша?» Вопрос. «Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». То есть Библия говорит, что жизнь человека – это пар. Мы знаем, что пар, он не держится много, да. Если это пар изо рта зимой, мы знаем, что это какие-то доли секунды, и его нет. Но Священное Писание с позиции Бога говорит, вот ваша жизнь, она выглядит так. Вы знаете, что на планете Земля за одну секунду умирает 6-7-8 человек. Секунда – их нет. Секунда – их нет. Мы понимаем, что в этот момент рождаются, конечно, и другие люди. Но есть понимание, что и наше время, когда мы родились в наши 60-е, 70-е, 80-е, когда мы появились на этот свет, и наше время пошло, мое, твое время, эти часы, они начали бить, и они начали крутиться, эти стрелки. И они куда начали крутиться? Они куда начали нас вести? Они нас начали вести по жизни. И когда-то придет наша секунда, когда-то любой из нас, как написано, как я прочитал в начале о том, что однажды положено человеку умереть. Я четко понимаю Священное Писание, что мне просто когда-то положено придет моя секунда. И я буду в секунде с кем-то, с какими-то людьми, с этими 6-7 человеками, и моя секунда, что бы я ни хотел, как бы я ни оттягивал, какие бы таблетки или физкультуру я ни делал, я все равно приду к этому. И вот тут возникает вопрос. Но я сегодня еще живу, я, может быть, не собираюсь помирать, и, может быть, я не знаю, сколько Бог мне отмерил, год, 10, 20, 30 лет, но я сегодня понимаю, что я человек, который имеющий знания о том, что смерть существует, что есть определенный переход, что есть определенные, как бы, есть границы. Я сегодня, имея это откровение и понимание, я хочу быть к этому готовыми. Давайте посмотрим, как люди, потому что этот вопрос очень острый, а как же люди в Ветхом Завете к этому подходили? Как же уж такое выражали люди из Ветхого Завета себя? Я прочитаю одно местописание, это написано в Евангелии от Луки, 16 глава, 19-29 стих. Написано так, говорит Иисус Христос, и Он как бы открывает нам завесу Ветхого Завета, рассказывая такую историю. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некий нищий имени Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и лежал и желал напитаться крохами, падающими со стола богача. И псы, приходя и лезали струпья его. Умер нищий и отнес был ангела Минолона Авраама. Умер и богат, и похоронили его. И в ваге, будучи муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопил и сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы, мочив конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверху всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть их слушают». Если мы посмотрим на этот текст, мы понимаем, что Иисус Христос, он открывает завесу Ветхого Завета и говорит, «Я не знаю до конца, как работает эта схема. Я понимаю, что люди, которые жили в Ветхом Завете, они не имели спасителя, они не имели откровения, но мы видим, что Иисус рассказывает, что Авраам, который умер давно, тысячи лет назад, мы понимаем, что Авраам где-то находится на луне Авраамовом. И мы понимаем, что Иисус рассказывает, что туда приходят люди, и там есть пропасть. То есть мы понимаем, что люди Ветхого Завета тоже имели определенное понимание, имели определенные откровения, что они понимали, что есть вечность, они понимали, что есть не просто смерть здесь, вот какие-то сто или двести лет, Люди понимали, что есть переход. И само искусство, само выражение смерти ветхозаветных людей, глядя на патриархов, мы видим, что их отношение к смерти, оно тоже было весьма вдумчивое. Потому что вспомните, когда Авраам, написано, помните, он взял сына Исаака, он его повел в жертву приводить. И мы понимаем, что у Авраама, у него было откровение, что он не просто убивает человека. Он понимал, что где-то есть эталона. Он понимает, что здесь после физической смерти, он человек веры, отец веры. Он понимал, что даже если придется жить в таких обстоятельствах, он обязательно будет на этом лоне с Богом. Давайте вспомним еще несколько человек из Ветхого Завета и убедимся в том, что у них была возможность думать о смерти и готовиться к ней. Помните, как говорил Иов в своей книге? Иов, один из самых древних людей, я имею ввиду книга, о которой писалось. Помните, он говорит о том и пишет, искупитель мой жив, он избавит меня. Откуда знал Иов о том, что на самом деле есть искупитель, который его там поддержит? Мы понимаем, мы читаем в Евреем, когда написано о Моисее. О Моисее написано так, что он для себя выбрал благом быть с народом Божьим. И знаете, там удивительный текст написан. И он, зачем он был с народом Божьим? Чтобы иметь поношение Христова. Моисей и Христова поношение, какие-то две разные вещи, между ними полторы тысячи лет. Но люди Ветхого Завета, они понимали, у них было это понятие, как выразить свою смерть. Они понимали, что они не идут просто в какую-то пещеру, могилу, в какой-то гроб. Они понимали, что это не конец. Они понимали, что их ждет лучшее. Мы знаем, что Исаия писала о Иисусе Христе, имея это откровение. И тем самым мы сегодня понимаем, что люди даже Ветхого Завета, они имели это внутреннее искусство выразить свою смерть своими поступками, своим действием. Жить так, как будто они не привязаны к этой земле. Они понимали, что где-то ждет их что? Небо. Их ждет какая-то вечность. И эти люди, мы видим по этому свидетельству, что на самом деле эти люди так и жили. Ну вот наступает Новый Завет. Вот наступает кульминация. Приходит Иисус Христос. Приходит новая эпоха. И все вообще меняется. Христос приходит, и одно местописание, которое бы я прочитал, это написано тоже о Лазаре, но только немного о другом человеке. Написано так, и я читаю это Евангелие от Иоанна, 11 глава, 13 стих, написано с 13 стиха. Написано так, и Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о смерти, о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с ним. Иисус, придя, нашел, что он уже четвертый день во гробе. Вифания же была близ Иерусалима в стадиях 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о браке их. Марфа услышала, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты здесь, если ты был здесь, не умер бы брат мой. Ну и теперь знаю, что ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит, он воскреснет брат твой, Марфа сказала ему. Знаю, что воскреснет воскресение в последний день, Иисус сказал ей. И вот здесь кульминация всего нового завета, новой эпохи. Иисус говорит, я есть им воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Приходит Христос и он приносит новое послание о смерти. Он говорит, смерти больше нет. И даже если человека умирает, даже если человека не становится, он открытым текстом начинает говорить, я есть воскресение. Я есть тот, который принес не просто, для вас это становится не тайной. Это не надо смотреть на Авраама, на его поступки, это не надо иметь какое-то откровение. Я есть воскресение. И мы видим, что Христос и его жизненный путь Христа, он настолько показывает нам, что Христос идет на крест, умирает и воскресает. И вот это вот кульминация того, что мы видим. И еще одно местописание, которое хотел бы прочитать, это когда люди, они пытались переварить, что же есть такое воскресение, что такое смерти нет. Еще одно местописание, Евангелие от руки, 24 глава, с 1 стиха написано так. Это когда Христа уже распяли, он был во гробе, написано так. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу и вместе с ним некоторые другие. И войдя, они нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они осем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого среди мертвых. Люди по своему обычаю, они понимали, что Христос как будто умер. Ну, то есть они понимали, что была проповедь, что он воскреснет. Но они все равно пошли на поминки там, на сколько-то дней помазать его, что-то сделать. А люди все равно где-то мозгами понимали, что он умер. И когда духовный мир, он увидел печаль людей, которые слышали это откровение о воскресении, о том, что смерти нет, они все равно пошли делать какие-то свои человеческие ритуальные понятия. И тогда ангелы им говорят, а вы что ищете живого среди мертвых? Я, знаете, когда думаю об этом, о всем, я извиняюсь, что я так быстро говорю, потому что на самом деле информации и вместить вот это все не так просто. Потому что мы не думаем о смерти каждый день. Как я начал свое размышление с того, мы больше думаем про жизнь. Зачем эта смерть? Ну пойдет, ну что-то там будет, ну как-то будет там, ну что-то произойдет. Но Христос, он показывает о том, что наша жизнь на земле, это всего лишь приготовление. Это всего лишь пар, который сегодня пройдет, но впереди будет вечность. И вам бы, он говорит людям, надо об этом очень-очень хорошо подумать. И вам об этом надо размышлять. И вам об этом на самом деле надо молиться, потому что люди, которые начинают понимать и иметь это откровение внутри себя, что я не просто человек, которому здесь на земле отведено 70 или 80 лет. Я не просто даже личность, у которой есть фамилия, имя. И когда-то я приду в такое место, видели, как на наших могилах, ну не на наших, а на наших кладбищах, да, эти таблички. Год, год, а между ними черточка. Такое ощущение, что вот тебе показывает такой образ, да, что это начало твоей жизни, прихода, это конец. И вот эта жизнь, это как черточка. И Бог, Он нас, как любящий отец, Он нас предупреждает, и Он говорит, «Думайте об этом, потому что на самом деле это экзамен жизни. И впереди не каких-то 70 или 115 лет, впереди вечность. И тот обитель, в котором на самом деле Бог ожидает человека, Он говорит, вот это важно. И если сегодня человек, он думает, да нет, меня это никогда не настигнет. Я-то посмотри, я еще, что, я живу, какой пахт, у меня еще столько планов. Я еще сделаю, знаете, жизнь многих людей, она настолько сегодня показывает о том, что эта жизнь, она как бы прикручена к земле. Все интересы, все желания человека, они не ходят в вечность, они не ходят вот эти мысли свои в командировки, не получают о небесном Иерусалиме. Человек живет, как будто здесь. Это все. Но мы знаем, как люди верующие, мы понимаем о том, что на самом деле Христос открывает нам некую тайну. Он всей своей жизнью, всеми своими поступками, всеми своими действиями, он своей жизнью, смертью и воскресением, он говорит, «Там те обители, которые приготовил я вам там, где венец, где благодать, где вечность, об этом помышляйте». Помышляйте. Помните, он говорит, «Да не копите вы здесь». Ага, легко сказать, «Не копите здесь». Он говорит, «Помышляйте, собирайте себе сокровища там на небе». Ну как мне отвязаться сегодня своими мыслями? Как мне сегодня своим бытом отвязаться от этого земного? Потому что на самом деле, как ни посмотришь на свою жизнь, голова как будто постоянно куда-то в асфальт, в какие-то дела, в какую-то суету. Но когда ты читаешь Священное Писание, Христос говорит, смерти нет, конца нет. Мы просто сегодня сдаем экзамен, который ведет нас в вечность. Сегодня вопрос, как верующий человек, он пытается выразить в своей жизни, как он пытается вот это искусство, как он пытается вот это отношение к смерти, как он пытается это выразить в обществе, в своей семье, на своей работе. Или когда люди видят нас, ну да, они видят, ты не куришь, не пьешь, у тебя может даже что-то есть, и у тебя какие-то там семейные хорошие отношения. Но люди должны видеть другое. Они на самом деле должны видеть, что у тебя категория жизни и мечтаний, они не просто земные, а что человек, который живет категориями вечностями, человек, который мечтает о том, чтобы встретиться со Христом. Это великая, высокая планка, которая показана нам, Священным Писанием, но она достижима. И мы знаем эти истины. И я благословляю, чтобы мы понимали, что на самом деле жизнь земная и жизнь небесная – это две разные вещи. И наш путь – это на небо. И знаете, продолжаем свое размышление, и мы уже переходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА